Чем занята невоплощенная часть духа, когда часть его воплощена в человеческое тело? Опытом, ну как вот сейчас говорит Рамтиан. Невоплощенная часть духа занята тем, что она получает опыт через тело, перерабатывает этот опыт, сопоставляя его с прежними воплощениями и со своими задачами, которые она ставила, когда посылала часть себя на воплощение. То есть когда воплощала частично через тело, первое. А второе, она корректирует, то есть посылает мысли через совесть, через интуицию, воплощенные части себя, чтобы подкорректировать путь жизни в материальном мире этого духа. Ну конкретно там у вас, это конкретно на земле. И это занято, когда воплощенная часть духа находится в физическом теле. Когда воплощенная часть духа покидает физическое тело, в зависимости от своих вибраций происходит частичное или полное слияние с энергиями высшего, то есть невоплощенной части духа. И тогда он занимается тем, что гармонизирует воплощенную часть себя, подпитывает его энергией и посылает его, помогает ему просматривать в астральном пространстве сновидение в зависимости от своих впечатлений и так далее. И все это в сновидение вкладывает тот смысл, который может иметь значение для его жизни. То есть через образы, оно общается с ним образами. И помогает потом вернуться в тело, соединиться с ним, и снова подпитывает энергией уже его физическое тело. То есть фактически оно занято воплощенной части себя, оно сосредоточено на нем. Существуют ли идеальные половинки, идеальные пары на Земле, допустим? Что это сказал? А, понятно. Что такое идеал? Идеал – это когда тютелька в тютельку подходит. Нет, такого все люди на Земле, как и во Вселенной, все сущности на самом деле разные. Хотя мы имеем одну природу, но мы являемся уникальными личностями, поэтому полностью двух одинаковых личностей не бывает. Нет, две разные половинки тут спрашиваются. Как близнецовое пламя, там вот они имеют в виду. Есть ли две души, которые специально пришли на планету, чтобы соединиться? Дело в том, что Смитга сказал, что близнецовым пламенем называют совершенно различные виды сущностей и отношений этих сущностей. Бывают, называют близнецовым пламенем духа, который прошел рядом много воплощений. Бывают, называют близнецовым пламенем того, кто долго был ангелом-хранителем или ангелом-наставником, или чьим ангелом-хранителем ты был в его прошлой жизни. То есть очень много различных видов, это та, с кем есть духовная близость. Причем близнецовое пламя в разных воплощениях может быть не одинаковое. Оно тоже может быть не одно, в разный период одного и того же воплощения. То есть, в принципе, идеальных половинок двух нету. Люди друг друга подыскивают по определенным параметрам их развития. Правильно я понимаю? Подобное притягивает подобное. Имеется в виду, что которые будут совпадать как ключ в замке. Но это аналогия идеального такого совместимости энергии. Она, конечно, может быть, но она не будет сразу. Над ней это и есть истинная любовь. И над ней на самом деле работают оба духа, которые встретились. Они вкладывают в отношения свою энергию. Они проходят период адаптации друг к другу. И со временем они могут слиться в такое единое существо. Образно говоря. То есть их там высшее я и их духи не сливаются по-настоящему, как это бывает там с двумя кусками пластилина, например. Это происходит в энергетическом смысле, что у них формируется единый эгрегор двоих. И они потом двое могут выйти из воплощения практически одновременно. Или один может ждать другого в астральном. И они могут потом воплотиться, опять же, на другой планете рядом, но уже в других ролях, например, матери и ребенка и так далее. И пройти этот путь вместе. Но я еще раз говорю, что именно близнецы – это двое. Но это не значит, что в реальности будет двое. Их может быть трое, четверо, пятеро. И вот из-за этих чувствований, близостей к духовной, на Земле есть лечение от групповой души, которая воплощается одна во многих. Это как раз вот это чувствование общности эгрегора, который был раньше. Значит, когда и куда исчезли динозавры? Во время войны динозавров были очень крупные особи динозавров. И когда во время войны 12 тысяч лет назад проводилась спасательная операция по спасению людей и животного мира, то были те корабли бурхатцев, которые смогли спасти ограниченное количество особей, животных. Во-первых, было недостаточное количество кораблей. А во-вторых, сами динозавры были крупные и агрессивные существа, на которые нужно было определенным образом их обездвижить, парализовать и так далее. Но в то время уже были те прогнозы, что при изменении климата эти динозавры не смогут существовать в новом мире. Поэтому все силы спасения направлены на людей. То есть динозавров тоже куда-то спасли и вывезли? Не самих динозавров, а вот как мне показывают, как их яйца. Ну, их вывезли первоначально на Марс, а потом некоторые яйца динозавров вывезли на планету, которая находится в созвездии Большой Медведицы. И сейчас там живут. Но они уже не те динозавры, которые земные, они там с измененной генетикой. Но они там действительно живут, но на землю их уже не привозили. То есть после разрушения экосистемы, которая была до войны, исчезли те растения большие, деревья, папоротники и так далее, которыми они не могли питаться, ну, именно травоядные виды. Хищные виды динозавров, им требовалось достаточное количество пищ, ну, то есть они были крупные, и у них был быстрый обмен веществ, довольно-таки в том, что им требовалось много пищи, именно мелких млекопитающих. А млекопитающих и так не хватало после того, как привезли спасенных и вышли из укрытий те, которым удалось выжить на земле. Люди они ели? Динозавры? Да. Ну, нападения были, как и других хищников, но довольно редко, потому что люди, в отличие от современных, они умели гармонизироваться с плазмоидами и вступать в отношения с разумом животного, с животной душой. Да, большинство людей это умело. Ну, нападения были, но в основном они были по причине снижения вибраций человека и его выхода из состояния контакта с животным и растительным миром. Я понял. А почему тогда датировки динозавров идут много миллионов лет назад? То есть кости находят и говорят, они типа жили много миллионов лет назад. Но много миллионов лет назад они тоже жили. А тоже жили, да? Да, то есть, ну, по крайней мере, когда прилетели Тумисоутсы, 5 миллионов лет назад, они уже были. То есть эта фауна уже существовала. Вот сейчас интересный, актуальный вопрос. Американцы нашли у себя в пустыне какой-то железный столб непонятного происхождения. Ничего ты по этому поводу никто не знает. Дело в том, что сейчас они мне сейчас сказали, нужно фото, но я Миду-то уже показывала. Уже мне показывали это фото. Мид, пожалуйста, передай образ. Да, сейчас я тоже передам. Да, по энергии. Ну, по энергетике, значит, так, это не инопланетное сооружение. По предположению, вот, например, Лешиони и Рамтиана, да, во-первых, вот сейчас Лешиони, говорится, сообщения Шимора были о том, что с орбиты Земли этот предмет был, ну, очень давно виден. То есть практически с там 70-х годов, можно так сказать. С конца там 70-х. Там шиморские исследователи, которые там пролетали на одну из баз, вот, которая несколько южнее расположена в то время была, шиморская база, они уже видели этот предмет, ну, как бы сверху фиксировали. Но он был не обнаружен так долго из-за того, что там такое место, ну, как бы малопосещаемое, там трудно такое доступное место. Ну, это произведение землян, то есть это какой-то земной, ну, вот кто у вас же из металла делает различные вещи. У вас, то есть это материал, мы его, вот сейчас вот Лешиони говорит, что у нас на Шиморе было сообщение уже очень давно, что они сканирующим лучом как бы проверили, из чего он состоит. И это был ваш обычный металл, из которого вы делаете там железо с некоторыми примесями, другими, как сплав. Это был ваш металл. Некоторые, я... Он говорит, я не помню его название, но это был ваш металл. Ревной. Что такое сонный паралич? Ну, это... Митга сказал, да. Сонный паралич – это состояние человека, в котором происходит частичный выход в астрал с сохранением частичной осознанности в теле. То есть при выходе в астрал физическое тело, ну, там, в астрал, например, во время сна, физическое тело специальным гормоном обездвиживается, наступает паралич сонный. По той причине, чтобы физическое тело не повторяло движение астрального во сне. Если этого не происходит, физическое тело встает и начинает автоматически повторять движение астрального тела, что является лунатизмом. Но бывает такая форма сна, в которой астральное тело, вернувшись, физическое, раньше, чем проснется, ну, как бы, войдет в состояние бодрствования головной мозг, раньше, чем выделится там определенный гормон, который приводит в... который выводит из сонного паралича все мышцы, тогда астральное тело, вернувшись в физическое, начинает чувствовать обездвиженность. Но так как оно не знает причины этого состояния, оно начинает этого бояться, тревожиться, снижать свои вибрации. И из-за этого страха оно начинает привлекать к себе тех возможных цивилизаций низкого уровня, которые перед ней начинают показывать различные образы и делать вид, что нападают на нее, чтобы напугать еще больше. Он видит этих существ или чувствует их присутствие по той причине, что только что вернувшись из астрала, он еще не полностью соединился с физическим телом. Поэтому я и назвал первоначально это частичное осознание себя в астрале и частичное осознание в физическом теле в состоянии, когда оно еще мышцы не проснулись. Ну, очень просто говоря. Вот вопрос такой. Михаил, конечно, уже заспамил весь чат, но все равно задам я его. Что значит нести крест Иисуса Христа и почему мы его должны нести? Хороший вопрос. Не сбускалась. Да, Рамтиана, я как житель Бурхада, где живет Иисус Христос, он не просто живет, он... иногда он проводит по нашему... так, это у нас не телевидение... да, аналог вашего телевидения, который есть в каждом доме Бурхада, он проводит, можно сказать, такие проповеди, которые доступны каждому. Иногда. Да. И вот он рассказывает о многих вещах, о чем говорил и на Земле, и во многих мирах, где воплощался. Что касается нести крест. Дело в том, что когда он рассказывал своим ученикам, давал заповедь «Возьми свой крест и следуй за мною», а тот, кто этого не сделает, не может быть моим учеником. Что он имел в виду? При... да, в том времени, когда он это говорил, он знал все варианты своего будущего, как первородный дух, которому это открыл Бог, он... да, как первородный сын Божий, которому открыл это сам Бог, он знал и тот вариант, что исполнится насчет распятия на кресте и что он будет сам нести крест для своего распятия. Так вот, он эту заповедь давал своим ученикам в образной форме. Я сейчас переведу с образной формы на обычную, потому что на Бурхаде детей, ну то есть людей, гуманоидов на Бурхаде учат с раннего детского возраста, как различать образы, что они означают. У вас, к сожалению, на земле, в школе этой науки не пропадают, да. Так вот, образ креста, он был непосредственно связан с образом распятия на Голгофе и его жертвы. Свою жертву, великую жертву за людей Иисус Христос совершил только по мотивам своей любви, абсолютно добровольно. Никто его не то что не заставлял, никто даже не просил его это делать, он сам добровольно на это пошел, чтобы помочь людям повысить свои вибрации. Но для того, чтобы это сделать, он должен был перенести определенные испытания. То есть без креста, на котором его распяли, не было бы этой жертвы и не было бы повышения вибрации так, как он задумал. Так вот, когда он об этом говорил ученикам, возьми свой, кто хочет быть моим учеником, кто хочет быть моим учеником, пусть возьмет свой крест и следует за мною, он имел в виду, что эти слова прочитают потом в будущем уже те, кто будут знать про его распятие и про тот его мотив, по которому он это делал. Так что он имел в виду? Он имел в виду, что если вы хотите безусловно любить, безусловно любить это всегда приносить жертву. В чем жертву? Потому что это именно безусловная любовь, то есть она не требует замен, не просит замен никакой взаимной выгоды, там, отдачи или платы за нее. Это и есть жертва в том, что человек ощущает себя просто источником. Жертвует при этом он не просто людям, которым он отдает свою любовь, он жертвует это Богу. За ту энергию, не то, что за ту энергию, он это отдает бескорыстно свою любовь каждому воплощенному духу как части того Бога, в которого он верит и частью которого является он сам. Но для его физической, если он воплощен в физическое тело, для его физической части существа это жертва в том смысле, что при этом он не занимается например, своими там делами, которые могли бы полностью удовлетворить все желания физического тела. То есть он просто тратит время на безусловную любовь в каких-то своих действиях. Но при этом его физическое тело оно приносит некоторую жертву. И здесь крест он был символом не просто приношения этой жертвы, а вот этого пути, по которому человек проходит путь сомнений, тревог, отказа там от своих эгоистических целей ради вот этой вот безусловной цель, которую мы сейчас обозначили, безусловная любовь, бескорыстная любовь, свет, счастье, радость и излучение этого во весь окружающий мир. Это путь, действительно, путь любви, путь сердца, который известен во всех религиях. И здесь не обойтись без тех сомнений и тревог, что человек хочет оставить этот путь и вернуться на путь материалистическое восприятие и материальной жизни. И это и есть нести свой крест, то есть не бросать его, вот этот вот крест, вот это вот состояние отдачи. Еще нужно вспомнить, что крест, он имеет четыре окончания, то есть всем стихиям. Его распяли на кресте, который был древнеязыческим алтарем. То есть он отдал свои энергии во все плазмоидные цивилизации. Воды, воздуха, земли и огня. Также нести крест, это значит на все четыре стороны, во все стихии, во все народы земли отдавать эту любовь. Отлично. Вообще по поводу Христа можно разговаривать очень долго. Зачем нужен сон человеку? Для того, чтобы его физическое тело, первое, для того, чтобы его физическое тело могло восстановиться в том, чтобы выделились необходимые гормоны для формирования новых нейронных сетей, для того, чтобы, да, в его головном мозге, для того, чтобы мышцы физического тела успели регенерироваться от той деятельности, которая у него вели на земле, для того, чтобы все клетки тоже у них происходит, там, пищеварительного тракта, печени, и так далее, тоже происходит ускоренная регенерация, в то время, когда дух уходит, жизненная сила направляется на регенерацию. Мит, подскажи, пожалуйста, вообще, можно ли лечить онкологию и как? Конечно, можно лечить онкологию, как и любую болезнь, выявляя духовные причины этого заболевания, общаясь через свое высшее я с наставниками и, да, у высшего я спросить духовные причины этого заболевания и попросить высшее я знать, как бы, у наставников, что нужно сделать, чтобы остаться в этом воплощении, какие свои качества развить, какие убрать и так далее, и работать над этим. А чтобы ускорить восстановление физического тела, нужно уже смотреть на физическом уровне, какая там именно патология, что там конкретно вызвала онкологию, то есть там много причин, паразитическая флора, различные там мутации клеток и так далее, но и практически всегда сниженный иммунитет, который нужно восстанавливать там, в том числе физическими методами, но обязательно в союзе со своим Высшим Я. Так, как избавиться от тревожного состояния? Ну, давайте я отвечу на этот вопрос. Можете обратиться к специалистам Центра нашего, там по записи, записаться и пройти на Высшее Я, и уже с Высшим Я пообщаться, и оно вам прекрасно даст обратную связь по поводу того, откуда у вас возникло тревожное состояние, чем оно обусловлено и как с ним дальше работать. То есть это можно все делать через Высшее Я со специалистами нашего Центра. Так, правда ли, что на Земле есть базы негативных инопланетян? Значит, негативных, это... Ну, негативных, это тех, которые хотят нас, наверное, нам сделать плохо, нас уничтожить, может быть. Ну, негативных в плане тех, кто может нам что-то плохое сделать. Цивилизация земная? Да. Правда ли, что есть у них здесь базы, и они здесь что-то затевают против нас? Нет. Любые базы, что Межзвездного Союза, что любых цивилизаций, которые не входят в него, а входят в Галактическую Федерацию Света или Межгалактический Союз цивилизации, они в любом случае берут разрешение на строительство базы Межзвездного Союза, и там очень, можно сказать, строго проверяются цели и задачи создания этой базы именно на Земле. И какие специалисты там будут работать, и почему им недостаточно базы на Луне там и так далее. То есть это все проверяется. А вообще на Земле какие базы, каких пришельцев находятся? В настоящее время на Земле, и это не только которые Межзвездного Союза. Вообще, да. Какие базы на Земле находятся на Земле? Кто допущен вообще к контакту с Землями? У нас вообще допущены к контакту с Землянами представители тех цивилизаций, которые либо входят в Межзвездный Союз, либо с разрешением Межзвездного Союза те специалисты из другой цивилизации, которые будут изучать вашу. Что касается баз. В настоящее время с учетом да, в настоящее время с учетом тех баз, которые построены были недавно, то на Земле сейчас 55, 56, извиняюсь, инопланетных цивилизаций имеют базы представительства на Земле. Ну, это имеется в виду и те базы, которые не входят в Межзвездный Союз, ну, как бы цивилизации, которые не входят в Межзвездный Союз. Количество специалистов на них и количество самих баз, оно постоянно меняется, то есть, ну, на сегодняшний день это там около, насколько я помню, там 700, около, уже ближе к 800, по-моему, да, уже сейчас баз, более, они сейчас строятся. Но они имеются в виду, здесь я уже посчитала, и те, которые автоматически, то есть там роботы просто. Я понял. А вообще, сколько вообще цивилизаций, сколько галактик входит в Межзвездный Союз? Межгалактический? Нет, в Межзвездный Союз несправишь. Сколько галактик входит в Межзвездный Союз? Нет, галактика одна, наш Межзвездный Союз, Млечный Путь. Наш Межзвездный Союз, это галактика, Млечный Путь, и все цивилизации, которые есть в Межзвездном Союзе, с этой нашей галактики, гуманоидного типа, я правильно понимаю? Да, конечно. Но сам Межзвездный Союз входит в межгалактический. Я понял. А в межгалактический Союз сколько галактик входит? Ну вот на настоящий момент туда входит... Вот мне сейчас показывают цифру 80... Нет, да. А, еще одна, хорошо. 87 цивилизаций. Ну, 87 галактик, что я говорю, да. Да. И то, те галактики тоже могут входить в какие-то ассоциации уже, да, там такая система. Вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о духовном 23 уровне. Я вам скажу так, ребят, у нас есть... У нас есть описание. У нас есть в Инстаграме Кассиопея Левел. Есть как раз под описанием этого видео. Там делает у нас девочка Олеся расчет духовного уровня. Там очень все подробно расписано, описание духовных уровней. То есть вы можете найти под описанием этого видео, Кассиопея Левел, туда заходите, и там все читаете о духовном уровне. Там же вам и рассчитывают этот духовный уровень. Кто там плачет? Не надо плакать. У нас... Хочу новое сообщить. У нас открылся новый проект. Он называется Космо Хилинг. И мы на этом проекте проводим с целителями. На данный момент времени это Гузель. Она работает с Межгалактической медицинской службой. Она проводит онлайн сеансы исцеления. По поводу проекта Космо Хилинг можете узнать у нас в группе ВКонтакте. Я думаю, что будет ссылочка под этим видео. Я ее поставлю потом попозже. То есть мы открыли очень классный, грандиозный проект, где каждый человек может попробовать работать с кураторами Межгалактической медицинской службы. Каждому человеку, участвующему в этом сеансе, будет обязательно дан куратор во время сессии. Сессии, которая направлена на гармонизацию вашей энергетики, на самоисцеление. Да, точно. Так, что означает рез? Мит Гаскаус, расскажи, пожалуйста, вот у приматов, из которых мы произошли по теории Дарвина, положительный резус-фактор. У них нет отрицательного резус-фактора. Что означает отрицательный резус-фактор у человека на Земле? Не говорит ли это о его инопланетной природе или какие-то иные моменты? Вот у приматов нет, из которых мы произошли отрицательного резус-фактора. А у нас есть. Почему? Да, у приматов был... Что такое резус-фактор? Я вам сейчас объяснить. Это белок, определенный белок, который входит в состав крови. И он может либо отсутствовать, либо присутствовать. Действительно, у большинства землян, как и у предков, тех, которые скрестили... Да, и тех предков, из которых получилась гибридизация, действительно, этот фактор в крови присутствует. Но примерно, ну, еще до войны, то есть это было точно установлено нашими учеными. Ну, по крайней мере, предполагается, потому что мы не проводили таких исследований там, когда именно произошла эта мутация. Но произошла мутация еще до войны. Большинство предположений наших ученых о том, что произошла мутация еще до войны, благодаря которой родился человек с отсутствующим этим фактором. И он начал передавать это дальше по наследству. Некоторые предположения говорят о том, что эти мутации были точечные в разных там областях Земли. Некоторые считают, что это был один... Какие-то инопланетяне занести этот ген? Допустим, там спаривались, может быть, с нами, с людьми, либо как-то еще. Дело в том, что у тех инопланетян, которые были на Земле, у них действительно, например, там, бурхатцев, вот, умисовцев и так далее, у них отсутствует этот фактор в крови. То есть у них нет отрицательного результата? У них отсутствует вообще фактор этот положительный. Ну, то есть он не положительный. Вообще фактор отсутствует? Обсутствует, да. У них нет, этого белка нет. Это только у примата вашего был. Ну, то есть, который, земного, да, примата, который... И, ну, в их... Ну, да, есть такие предположения, что от браков там с тумисоутцами, с бурхатцами и так далее, от смешанных браков действительно произошла эта мутация. Но не то, что сам отсутствие резусфактора перешло по наследству, что это могло повлиять на ДНК. Ну, это лишь одно из предположений. Есть много предположений от теории о спонтанной там мутации. И есть факт, что у тумисоусов и у бурхатцев, так как они не произошли от земных приматов, у них этот фактор отсутствует. Вот хороший вопрос. Существует ли розовая цивилизация пришельцев? Хорошо, хоть не голубая. Это шимор. Голубая шимор, да. А существуют ли розовые пришельцы? Розовая кожа. Существует такой красный... Он у вас такой, который ближе как к красному цвету. Но эта цивилизация, она не входит в Межзвездный Союз, хотя активно совершает полеты. Она, значит, находится в созвездии Южный Крест. И она активно совершает полеты по своей и соседней звездным системам. Она несколько обособлена от Межзвездного Союза. И они не прилетают, ну, как бы в эту область галактики, а не в другой области галактики. И они не прилетают в эту область галактики, хотя, например, планета Тумисолт, она с ней контактирует, но они просто хотят наладить, можно сказать, торговые отношения, не вступая в Межзвездный Союз. Так. Вот, ну, данный последний вопрос. Крайний, сейчас, наверное, два последних. Почему раступилось море у евреев, когда их Моисей переводил через это море? Это какое-то было природное явление? Нет. Или это было сделано? И кем это было сделано, если это сделано? Моисей переводил евреев через пустыню, а над ним летел корабль помесоцов, который его сопровождал. А когда они подошли к морю... По-моему, даже об этом в Библии сказано, что огненная колесница шла перед Моисеем. Это так было описано? Летело облако. Написано, летел облако. Дело в том, что в Библии написано, что каждый день это сообщество евреев, которое вел Моисей и Аарон, сопровождало, не просто сопровождало, а вело впереди, как бы летело перед ними облачный столб. Это есть в Библии, конечно же, но этот облачный столб... Дело в том, что это слово «столб» был еврейское, и он обозначал такую фигуру в небе, которую вы бы сейчас назвали сигарообразным объектом. Просто у них не было ассоциаций с сигарами, а в то время их еще не выпускали. Что-то курили, но явно не сигары, да? То есть они не могли назвать сигарообразным, а объект летел перед нами. Они назвали облачный столб, в котором был Бог. Да, в котором было присутствие Бога. И когда евреи подошли к Красному морю и уже увидели погоню, фараон передумал их отпускать, и уже увидели воинов, которые должны были вернуть в Египет. И Моисей, он был с посохом, он поднял, молясь Богу, и в этом посохе был вот такое, можно сказать, передающее устройство, что-то наподобие сканера его тела, который передавал его состояние. То есть оно было заложено в посохе. В том числе в нем и чип был, но еще в посохе был дополнительный такой передатчик энергии. И на этом корабле послали луч, который антигравитационный, ну, такой вид антигравитационный луч, который был направлен не чтобы поднимать предметы, а был направлен в стороны, чтобы этой гравитацией, которая была направлена перипендикулярно поверхности Земли, все эти воды раздвинуть, можно так сказать, воду раздвинуть на две стороны, и составились как вот две стены из воды, а был вот такой луч, а внутри этого луча гравитация была нормальная. То есть это так называемый антигравитационный луч с боковым вектором воздействия. Вот это нормально вообще. Да, даже с круговым, да, потому что там вот как вот круг такой образовал, можно так сказать. А, то есть они в кругу шли, они шли не по прямой, они как будто в гравитационном луче шли, да? Да, в луче внутри, но у них гравитация была нормальная, то есть там она не уменьшалась. То есть можно здесь создать по этому лучу, забрать, а можно этот луч направить, чтобы он сделал другую гравитацию, да? Да, просто это такое, направление энергии там есть такое. В этом томисовском корабле была такая аппаратура, которая могла создать такой эффект. А когда последний человек перешел на другую сторону моря, в это время уже они пошли, они еще стояли, смотрели на это море, удивлялись как бы этому чуду. Они это поняли, это божественное чудо, их бог сам спасает, это египтян. И в то же время уже противоположного берега достиг вот это вот войско. в которое был сам фараон. И они погнались по берегу моря, а чтобы они их не догнали, это гравитационное поле исчезло, и вода на них... Я понял, ладно, это все в книге напишешь. Это все есть в Библии, на самом деле. Да, есть в Библии, и будет, наверное, скорее всего, в книгах, которые сейчас уже вторую книгу пишем. Мы еще пока ничего не выпускали, не издавали. Пока, наверное, не будем тратить средства на выпуск книги, а все средства, которые сейчас поступают и которые у меня есть, мы сейчас вкладываем в строительство центра. У нас, значит, будет школа открыта вместе с хостелом после Нового года. Значит, в Новый год у нас замечательный ретрит в Абхазии. Набор мы уже сделали. И поэтому, наверное, сейчас последний вопрос, Ирина. Давай его выберешь сама. Так, сейчас попробую. Давай, последний вопрос. Сейчас Ирина выберет сама. МИД или Шиони, выбирайте такую. Нет, они ничего не видят, потому что на самом деле это сложно сосредоточиться. Теперь я вообще не понимаю, что за вопросы. У нас идет просто простыня вопросов. Нет, мы не успеем. На любом вопросе остановлюсь. Давай, давай, останавливайся. Сейчас. Что такое? Я остановить даже не могу. Вот. Нет, не остановлюсь. Не могу остановить вопрос. Ребята, заглючила интернет. Сейчас, сейчас, сейчас. Что творится? Сейчас, сейчас. Я сейчас останавливаю. Подождите, вопросы. Они не останавливаются. Да стой же. Нет, это невозможно. Сейчас. Ага. Сейчас. Да что случилось? Не хочет оставлять вопросы у нас. Сейчас. Ребят, у нас что-то то ли плазмойный вопрос. И у нас вообще просто простыня вопросов идет. Так, ладно. Пока идет простыня вопросов. Скучают ли души умерших по родным? Бывает. Такое бывает, да. Если они... Бывает, что они хотят их увидеть, приходят им во снах, вспоминают о них в духовном мире и посылают им свою энергию. Да, очень многие помнят, конечно, своих родных и близких. Расскажите, пожалуйста, а в чем отрощенный звук? Я не могу остановить вопрос. О, остановил. Давай, вот прям. Свидетели... Евгений, есть такое христианское направление. Они живут по Библии. Что вы можете сказать о них? Можно ли доверять их трактовке Библии? Благодарю за ответ. Так. На секту сразу нарвались. Кто будет отвечать по свидетелям? Может, Любовь? Давай, Мит. Да, хорошо. Да, Рамтиан. Ну вот сейчас они... Так, Рамтиан, да, хорошо, отвечает. Рамтиан говорит о том, что это, да, это свидетель Егова, это такое христианское направление, в котором были некоторые искажения Библии, связанные с, ну, как сказать, с искаженным пониманием некоторых мест, вырванных из контекста. В частности, это вопрос о семье, ну, как бы, учении свидетелей Еговой о запрете, там, переливания крови, там, пересадки органов, некоторые особенности восприятия Христа, как Архангела Михаила, хотя они разные сущности. Постоянное призывание и ожидание конца света, несмотря на то, что сами свидетели Еговы обучают своих последователей, что большинство людей при конца света погибнет, несмотря на это ожидание и желание этой погибели для людей, и отсутствие учения о бессмертии души, хотя в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете есть ясное учение именно о сохранении сознания и души после смерти тела. Здесь просто искаженная трактовка того, кто выпустил первые книги на тему свидетелей Еговы, его фамилия Рассел. он был действительно, по нашим данным, он был действительно контактером с... ну, по нашим данным, он был действительно контактером с некоторыми деструктивными плазмоидными цивилизациями, которые ему давали искаженное понимание Библии, которую он уже писал в своей там многотомном труде исследования писания. Да, ребят, если сейчас сможете подписаться на канал, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Если сейчас будет хотя бы 30 подписчиков, которые успеют подписаться, за это время, пока я говорю, мы еще один вопрос пройдем спокойно. И жду от вас... Да, тысячу лайков уже дали. И лайкните, пожалуйста, нас тоже, чтобы у нас побольше лайков было и подписчиков, чтобы нас увидели все. Давайте еще один вопрос. Пока вы лайкаете и подписываетесь, да, я хочу тогда дать вам время и Ирине дать возможность ответить на еще один вопрос. Давайте попробуем простыню еще раз эту запустить. Я сейчас ее остановлю на ближайшем вопросе, прямо на первом, на котором попадется. Так, вот, давай вот. О, так. Сыворотка правды. Как и чем силбетовцы ответили и поплатились за нападение на Землю? Наверняка же был некий межгалактический суд по этому событию. Да, был суд, можно так назвать по-земному. Ну, как был суд в Мирзвездном Союзе, их отправили на планету преступников, на пожизненно, ну, как бы, организаторов этой войны и ее участников, которых арестовали представители Мирзвездного Союза, их отправили на пожизненное заключение на планету преступников созвездия Ована, в котором такие условия на этой планете, такие условия на этой планете, что они лишены возможности летать в космос, они лишены возможности общаться там со своими родными, они физически на этой планете, преступники должны физически работать и получать за это пищу и жилье, то есть, ну, они без возможности выбраться на этой планете, но у них есть возможность духовно развиваться, то есть, у них есть там библиотеки знаний, Потом у них есть специальные, можно сказать, психологи, которые с ними работают и разбирают причины их такого поступка. Ребят, если сейчас оставшиеся люди наберут 2000 лайков, и мы не уйдем. Серьезно говорю. Подписчиков уже есть 30, как я обещал. Еще один вопрос. Давайте мы сейчас прям первый вопрос останавливаем. Да. Так, всю неделю ждал, чтобы задать 10 вопросов и не один ответ. Давай. Ну подожди, сейчас мы... Это кто у нас? Это Назим Гусейнов. Назим, ну у тебя и так было огромное количество времени. Ты до этого получал очень много вопросов. Так, ответов, да. 2000 лайков сейчас наберемся, сразу останавливаю простыню на 2000 лайков. Что-то это меня в базарные игры потянуло. Уже просто азартный интерес, сможем ли мы действительно набрать эти лайки. Да, конечно, я думаю, да. А то все у нас, кстати, ютуберы, собирают эти лайки. Я правда... Нет, я знаю, наверное, зачем, для того, чтобы просмотров было больше. Я, конечно, тоже хочу, чтобы нас увидел весь мир. 1900, ну сейчас нету еще 2000 лайков. О, есть, останавливались. Я прям не... Так. Да, я всех благодарю. О, и вопрос такой, наверное, действительно будет последний, потому что он долгий будет. Как появились разные расы на Земле? Мит, тогда ты можешь отвечать? Да, конечно, биолог будет отвечать. Разные расы появились на Земле после войны 12 тысяч лет назад. В ходе точечных направленных мутаций уже создан генетический аппарат с целью, с двойной целью приспособить разные расы людей к жизни в различных климатических поясах Земли и создать условия и предпосылки для создания разных народов после скрещивания между собой различных рас для того, чтобы приучить людей, не приучить, а отдать урок людям, чтобы они смогли развить смелость и любовь в контакте со другой расой. То есть, ну, борьба с ксенофобией и так далее. И это могло бы помочь войти в Межзвездный Союз, где многие сотни рас очень сильно отличаются с Земля. Тут он говорит, давайте 3 тысячи лайков. Если будет 3 тысячи лайков, я еще на 10 минут продлю трансляцию. Так, еще больше. Ребят, спасибо действительно за эфир. Мы очень были рады ответить на ваши вопросы. Благодарю всех. Спасибо за эти лайки. Спасибо за то, что вы подписались на нас в этом эфире для того, чтобы не пропустить последующие эфиры. У нас есть очень хорошая новость. У нас огромное количество материала. И, наверное, в ближайшее время мы практически каждый день будем выставлять эфир. Новый эфир. Почему? Потому что мы просто не можем копить этот материал. Каждый день у Ирины происходят конференции. Причем конференции по всему миру. По скайпу. Очень интересные вопросы по химтрейлам у нас сегодня были. А он меня так и не знал просмотреть. Ну, да. Очень интересные по тайному правительству. То есть нам сегодня наши мизвездные друзья рассказывали огромное количество информации про то, как нас обманывают, про то, как нами управляют деструктивные возможности цивилизации, про то, как мы вообще... Нас заставляют находиться в страхе, не давая возможности исправить ситуацию. Поэтому, ребята, огромное вам спасибо. Мы сделаем огромное количество эфиров. Мы вас всех благодарим. Я отдельно благодарю каждого из вас, который помогает мне сейчас строить центры своими благодарностями, своей помощью, потому что я ее действительно чувствую. И к Новому году будет построен уже первый небольшой центр, где будет школа для обучения и хостел. Все обучения и все оплаты у нас и в центре, и в хостеле по сердцу. Но только в соответствии, если вы будете согласны с условиями нашей школы. Поэтому, ребят, до новых встреч. Спасибо вам огромное, что были вместе с нами в эфире. И как это... Тень моя видна. Ребят, спасибо большое. Все, всем пока. Всем пока. Да, до новых встреч, друзья. Я и все представители Международного Союза передают вам привет и свет своей любви. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»